Милин Анатольевич, меня Викторович, Алексеевич, не мог вас застать, тут на неделе все ходил, ходил, нету. Правильно, как получилось, что я оказался на учете? Пришла выписка, что у вас поставили учет, вас и поставили. Ага, по своей нецепной. Я понимаю, это все ясно. Так, сейчас у вас лишат прав, да? Ну да, а как бы оповестили, что я на учет-то встал, я же не знал. Вы знали? Конечно. Сестра, последний раз, когда я приехал с диспансера, она к вам зашла, вы только таблетки дали, тетрадь, еще вот. Ну я их принимаю, и все, нигде. Если бы я знал, я бы зашел к вам, надо же ходить, понятно. Вот, вот у меня, не знаю, внедрительская пришла, и у вас в ней написано, что вы состоите на одном. Работали, лишусь, получается, из-за этого. А что, вы водителем работаете? Да. Вот чего, вот как-то это. Так, дело в том, что вы встретились с 22-го года, 16-го июня. Да. Ну вот, я приехал, как. Выпишла, что вы с этого с синдромом зависимости от алкоголя, в средней степени. Понятно. А хоть бы я поместить-то могли бы меня, чтобы я стал, ну, на учет меня ставят. Я бы хоть бы, ну, поваляйте, посещение. Да. Там надо посещать в течение двух лет. Нет, если добровольно я поехал, то в течение двух лет, по-моему, так и есть положение. Ну, по-моему, я приехал. Да, может быть. Болгичный. Нет, вот я дело в том, что не знал, я бы хоть выходил бы там, пришел бы там или что. Ну да. А как вы видели, вы могли оповестить вас? Не могли, да? В смысле, у меня всегда фельдшер занимается, она отправляет бумагу. Ничего. Ну, и это, в смысле, да. Печню надо отправлять. У меня, наверное, фельдшеров не было в этот момент. Ну, понятно. В общем, мне не оповестили. Так я вот сам, приходит бумага, я просто в это, когда я успел сказать, научился еще. Ну, я же, когда оттуда уезжал, они же не сказали ничего. Мы, говорят, дали только больничный и все. Я сдал его на работу. Ну, и написано, что пришла в МИИ, и, конечно, что наблюдается. Понятно, понятно. Ну, ясно, они-то мне тоже ничего не сказали. Поэтому я в неведении остался. И меня, как бы, не оповестили. А сейчас вот, ну, будут что там обращаться с этими юристами. Вот, я не знаю. А с учетом никак не снять. Ну, я, допустим, пройду осмотр, сдам анализы опять. Ну, если все будет встречательное, то все могут, должны посещать. Нет, я понимаю, что, я же не знал, что научились. Я бы, вроде бы, какие проблемы там, что пришел бы на это. Просто что никто не оповестил, что я... Ну, в общем, можно пройти осмотр, да, и сдать анализы какие-то. Да. А на основании ИИИ можно уже принять решение, у кого уже консовка. Вот это мы делаем. А вы завтра будете у себя принимать? Там уже будет. Вот мне его выписку эту посмотреть. Там его врач, там Фиорни и вот это все. Там есть, да, если что, карточка? Карточки есть, все это будет. Ну, тогда завтра я приеду. Я просто приеду и разговариваю. Ага. Ясно, понятно. Мы не знаем, куда есть, пройти осмотр, анализы сдавать. Это не у нас, наверное, по-любому. Нет, нам надо... В Мерковской диспансере. Либо Оленигорск, либо Мурманск, да? А в Оленигорске нету. Нету диспансера. А куда, как мне бухать, по какому-то направлению можно? В смысле, вы сами, если можно, на областном аэкологический диспансер. Можно обратиться? Да. Там заплатите за этот анализ. Ага. Ага. И вам выдадут, что у вас нет алкоголя. Ну, понятно, что какой-то документ выдадут. Там что, как минимум, анализ этот? Слушайте. Ну, они определяют. День, два, разу сколько. Все, в этот же день. А, в этот же день можно. Ага. И лучше туда, где будет. Да. Ясно. А только анализы, когда он в приемах проведет еще какой-то? Да. Ну, не обратить кнопку. Понятно, с ними созвонимся. Да, да. Ясно. И с этими, что там, получим, результаты? Да. Ко мне придете. Дальше решать будем. И я буду решать уже. Ага. Ну, понятно. Есть основания для снятия или нет оснований. Угу. Ясно. Понятно. Ладно. Завтра, после девяти... Мне вот этот диагноз там и врач, ну, который... Ага. Вот это посмотреть, чтобы карточку... Выписку. Да. После девяти, да? Да. Да. До девяти до двенадцати. Хорошо. Ладно. Спасибо. До свидания. Мне карточку можно предоставить? Куда? Карточку? Ну, она там у меня это... Если что, можно будет, да? Можно будет. Ну, уже переехали сейчас в другое. Там у меня гора такая. Я разберусь только в понедельник, наверное, подойдет. Потому что в пятницу я только начну разбирать. Ага. Там все перенесли в другое. Сейчас сто первый кабинет будет. Там сразу, как заходишь от регистратуры. Ага. Ясно. Там... Там письменно надо подавать, что прошу предоставить карточку? Лучше, да. Ну, я секретарю там оставлю. Да нет, мне лично надо оставлять. А, вам ничего. Да, да. Я пишу потом, что заполняю тетрадь в езде, что выдано карточку. Ага. Ну, я тогда на Ваш писать имя, да? На мое имя. Хорошо. Я его секретаря оставлю, она Вам отдаст туда. Ну, хорошо. Ага. Согласительное было выписки, что мы информированы о том, что Вы должны на это. Да. Да, в выписке ссылка на этот закон. А этот закон с письменного согласия. Да нет. И сбросите здесь. И начнете. Ну, начнете. Да, да. Подойдете, я Вам карточку отдам. Все. Хорошо. Может даже в пятницу, я в пятницу с управлением разбирать. Там, потому что у меня завал такой. Ну, зачем Вам эти приказы? Ну, как? Я работу потеряю. Ну, дело-то не в том, что это. Вот. Так. Медицинское вмешательство без согласия гражданина. Вот случай. Либо опасные заболевания. Вы согласны были, когда Вас писали согласие, когда лечились наркологией? Да. Но нахождение в диспансере и учет во мне служительстве, это уже разные вещи. Да. Ну, разные вещи. Да. Но там написано, что Вы информированы. Вы должны были прийти. И потом уже, потом я Вам дать тоже бумажку, что Вы согласны. Все. А не заранее это все делается. Вы должны прийти ко мне. И я Вам дам это. Что Вы не возражаете после. Если Вы не возражаете, то, значит, Вы не будете стоять на учете до конца жизни. Ну, я же не приходил, согласия не давал. Ну, или что? Ну, коллеги, согласия не давали, Вы все равно на учете состоите? Нет, на учет я согласия не давал постановку. Это раньше был от 1988 года приказ Минздрава, что после ЛГБ автоматически ставили на учет. Сейчас уже нет. Как и нет? Если в выписке написано, что Вы поставили Вас на учет. Рекомендовано поставить. А рекомендация не дает права нарушать законы. Ладно. Вы разбирайтесь со своими делами. У меня есть направление, в смысле, что Вас поставить на учет. Все. Даже если закон будет нарушен. Какой закон нарушен? Здесь не нарушен никакой закон. Вам написано, что Вы должны прийти ко мне. Вы должны прийти, а потом уже согласие я с Вас взять должен. Ну, я после... Ну, Вы не приходили, не работал. Ну, не приходили еще. Да и что Вы хотите отменяться? Ну, постановка на учет неправомерном была. Как это неправомерно? Ну, вот, смотрите. Здесь случаи, когда не требуется согласия. Значит, опасные болезни это инфекционные и тяжелые психические заболевания. Согласие. Вы должны сначала все равно прийти ко мне. А потом... Ну, ладно, ладно. Вы не отменяете. Я только... Вы должны прийти ко мне. Хорошо. Мне ее на руки не дали. Я ее не видел, эту выписку. Он мне отказался ее выдать. Он мне выдал только больничный лист. И все. Больше... Я говорю, что-нибудь еще какие-нибудь надо было, ну, бумаги у тебя? Он говорит, нет. Я все отправлю. Отправили. Вы должны ко мне были прийти еще. Все равно после этого... Старств лечения всегда приходят все. Так-то вот не правомерно было. Просто попросили. Правомерно все. Я вас поставил на динамическое направление. Я понял. Но согласие без моего согласия. Потому что я... Вы должны прийти мне, чтобы согласие написать. Вы теперь не понимаете, что ли я... Ну, я понял. Все. Вы должны прийти были. А потом уже насчет согласия. Если вы не согласны, я вас не... Ну, тогда повестить же могли, чтобы мы там ставим вас на... Черт там так далее. Так-то позвонить хотя бы на кудой ходе. Мне. Я бы пришел. Звонил. Мы вообще это... Вызываем. Пишем письма. Ну, так не было же ничего. Я бы получил бы. Я бы на месте не сидел бы. Я бы пришел. Никуда бы не делся. Не знаю. У меня... Не было, наверное... В этот... В этот период меня не было. Я был в отпуске. Была. Фельдшер. Угу. Ну, ничего не просигнализировало. Тем не менее. Ясно. Ну, вот. Хорошо. Поставили на учет. Ладно. А как вы могли... На учет мы поставили на динамическое наблюдение? Ну, мне бумага пришла, что я состою на учете у врача психиатра моркового. Бумага. Учета сейчас мне не говорят. У нас на дистанционном наблюдении. Это... Вы разбираетесь с юристами, если... Ко мне ни какие-то... У меня написано. Я вас поставил на учет. Все. Хорошо. А на каком вы основании выдали, что ремиссии не наблюдается, если я... Потому что вы не прибыли. Не были на... Значит, нет никакой ремиссии. Ну, это фиктивно. Мне же не поняли. Ну, эффективно, эффективно. Все. Достали бы меня уже. Все. Хорошо. В пятницу тогда прийти... Подойдете? Подойдете? Я вас набрал кажд 9 часам, да? Да. После 9. Мне надо... Карту я не видел. Не дают на руки. А карты нету? Карты... 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 То, что вам дали карту... Это все. Больше там ничего нету. А что вы хотите в карту? Вот это мне ничего и нет, и нужно. Так вам же дали. Титульный лист только. Титульный лист, а в карте больше нет ничего. Ну, хорошо. Я и так и посмотрю, что нету ничего. Так на что вы посмотрите? И нету карты? Данное наблюдение должно. Если нету, значит ничего нету. Нету, да. Карта там... Чтобы вы понимаете... Она карта состоит из титульного листа. Вот титульный лист у вас вы еще раз дали. Титульный лист. И Петрис. Больше в карте ничего нету? Ну и все, я посмотрю, убежусь, что ничего нету. Так, а ничего нету больше, я вам говорю. Ну и уйду, и все. Чтобы ничего там недовольно, нету. А там нет ничего. Вот то, что вы дали два листочка, ничего нету, понимаете? Ну я... Мы сейчас дополнительно собираем сведения из этого самого, из... где вы проходили лечение и все. Больше нет ничего. Ну я подожду вам. Ну все. Можно карту взглянуть? Я все отдал этим прокурорским... Саму карту? Купую карту, но... Ну а саму карту можно мне посмотреть? Я с июня месяца ее не вижу. Не могу ее увидеть. Просто... Зачем? Зачем? Зачем она вам нужна? Это мои данные. Я хочу посмотреть... Там моя фамилия есть. Нет. Я все отдал. Ну я имею право посмотреть свою карту? Хотя бы в руках подержать? Нет. Не имею права, да? А на каком основании? Ну потому что у нас есть такие условия, как... Нет. То есть без каких-либо оснований вы отказываетесь мне показать мою карту? Так? Она в прокуратуре карта. Вы копию дали. Оригинал мне посмотреть можно? Нет. Ну зачем вам смотреть? Ну это под моей фамилией. Это ваша. Это наша карта. Сведения обо мне, находящейся, это не ваши, это мои сведения. Посмотрите, я имею право свою карту. Ну нет, нет, нет.